что хвала – это сила Божья. И когда мы, как народ Божий, ответим должным образом, то Бог вмешается в наше существование, и пути Его вмешательства будут изумлять нас. И во втором параллелепоменон, в 20 главе, мы можем видеть очень интересную историю, как Бог может вмешаться в ход истории через хвалу. Давайте откроем второе параллелепоменон, 20 глава, с 15 стиха. С 15 по 17 сначала прочитаем. Второе параллелепоменон, 20 глава. Да, 20 глава. С 14 стиха. С 14 по 17. «Тогда Иазиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иаела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых». А сыны Асафовы, мы из псалмов знаем, что это были левиты, которые занимались прославлением. «Сошел Дух Господень среди собраний, и сказал им, «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра вы выступите против них. Вот, они всходят на возвышенность циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею и Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станете, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Здесь идет речь об истории, значит, когда, ну, во время царствования царя Иосафата, это царь Иудейский, значит, против него пришло войско, значит, и они были в страхе. И тогда народ объединился в молитве, значит, и вот мы видим, что Господь ответил на эту молитву. Значит, Иосафат и его люди получили задание, когда их головы были склонены в молитве. На следующий день, вот 21 стих читаем. Что же произошло? Вот, и совещался он с народом, поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость его». И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, маовитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и маовитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. «И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот, трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего». То есть мы видим, как Бог сверхъестественно вмешался в ход истории и предотвратил явное, очевидное поражение, поскольку Израиль встал в правильную позицию, значит, и он, послушавшись Господа, начал славить Господа. И эта слава, эта хвала, значит, она произвела силу для поражения врага. Вот такой же ответ на пророческое слово может вызвать его, Божье, сверхъестественное вмешательство в дела Израиля сегодня. И третий момент из того пророчества, которое мы видим, как то, чего ожидает от нас Бог, это молитва. значит, то, что мы читали Иеремия 31,7, значит, молитва следующая, «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Ясно, что означает молиться за спасение Израиля. Бог точен в том, чего Он требует. Он не просто говорит, молитесь за Израиль, но именно молитесь за их спасение. Значит, и в Визикиля, 36 глава, 37 стих, находим другой пример молитвы, который Бог сам открывает, за что Он требует молиться Свой народ. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Значит, и читая Иеремию, ой, Изекииля, 36 главу, от 23 до 37 стиха на иврите, значит, мы можем насчитать, что Бог 18 раз подряд говорит, я хочу или я буду. Нигде не дает Он предположения, что происходящие события в восстановлении Израиля имеют какой-либо другой источник, кроме Его собственной воли. Однако стих 37, заключительный стих этого раздела, выводит деликатный баланс между предопределяющей волей Бога и ответственностью человека. В действительности Бог говорит, даже хотя я собираюсь завершить дело Израиля, я не буду делать этого, пока дом Израилев не попросит меня об этом. Значит, это подчеркивание высшей цели молитвы. Она состоит не в том, чтобы просить Бога сделать что-то, что мы хотим. Она заключается в том, что мы можем стать инструментом, с помощью которого Бог может сделать то, чего Он хочет. И из Икииля 37, 37 служит превосходным примером. Бог не просил Израиля импровизировать некую молитву или делать собственный выбор. Бог уже провозгласил, что Он хочет сделать. Тем не менее, Он ждет, чтобы Израиль пришел к согласию с Его волей и просил Его исполнить то, что Он сам уже предназначил. И мы помним, как Ишуа произнес следующую фразу в отношении иудейского народа. Говорит, «Меня, который пришел во имя Отца, не принимаете, но придет некто во имя свое, того примете. И не увидите меня, пока не скажете, благословен грядущий во имя Господне». То есть, Он намеревается прийти, но Он ожидает, что с Ним согласятся и что Его призовут. Есть очень интересный эпизод также в истории царя Давида. Помните, когда Авесолом восстал на него и Давид вынужден был бежать из Иерусалима, дабы избежать кровопролития? Значит, ну, кровопролития, к сожалению, не получилось избежать. Но очень интересный вопрос. Когда вроде бы как справедливость восторжествовала, значит, Давид не возвращался в Иерусалим, но он послал, значит, к старейшинам иудейским, потому что он сам был из колена Иудина, и он послал именно к старейшинам колена Иудина и говорит, «Послушайте, а чего вы медлите и не призываете меня вернуться обратно? Неужели вы хотите быть последними в этом восстановлении?» Значит, и иудейские старейшины колена Иудина, значит, восприняли это как призыв прийти к нему и просить его вернуться. Потому что мы знаем, что практически весь Израиль на тот момент ополчился, пошел за Абисаломом, значит, лишь небольшая группа осталась верна Давиду. Значит, и Давид ожидает, что его статус должен быть восстановлен в соответствии с желанием всего народа. Но в первую очередь колена Иудина. Значит, и старейшины пришли к нему, они просили его, потом, правда, из-за этого возникла небольшая расприя у колена Иудина с остальными коленами, потому что те возмутились, типа, а что это вы полезли раньше нас? То есть там уже пошла немножко другая волна. Но интересный момент, Давид ожидал, что его позовут, хотя он мог свободно войти сам. И это для нас является прообразом того, как Господь, он готов вернуться на эту землю, но он ожидает, что этого прихода мы будем просить, мы будем желать, и мы будем готовы к нему. То же время Бог дает христианам из язычников ответственности и привилегию стоять в прорыве в отношении Израиля. Они делают это, молясь в пользу Израиля за милости, обещанную им Богом, но когда большинство израильтян еще не находятся в позиции понимания их собственной веры. Кажется, что в этот критический час Святой Дух ставит снова ударение на том долге, в котором находятся все христиане из язычников перед еврейским народом. Иисус в Евангелии от Иоанна 4,22 устанавливает простую, но глубокую истину спасения от иудеев. И это положение выражает объективный исторический факт. Без евреев не было бы ни патриархов, ни пророков, ни апостолов, ни Библии и сверх всего прочего не было бы спасителя. И спасение, и каждое духовное благословение, сопровождающее его, значит, все приходит через еврейский народ к нам. И у нас, я сейчас говорю за тех, кто из неевреев уверовал, у нас нет способа реально оплатить этот долг. Тем не менее, имеются различные пути, по которым мы, по меньшей мере, можем понять, осознать этот долг и хоть что-то сделать. Одним из наиболее важных, твердо основанных на Писании является горячее и искреннее заступничество за Израиль. На этом пути мы можем войти в чудесное переживание сотрудничества с Богом в окончательном восстановлении Израиля. Ну, то есть, понимаете, вот, когда все завершится, будет приятно сказать, услышать о себе, что вот этот вот участвовал в восстановлении. Понимаете? Ну, делать мы должны это не ради тех слов, которые мы можем услышать. а из любви к тому народу, который принес нам спасение от Господа. Итак, мы выяснили вот этих вот три пути провозглашения, значит, молитва за Израиль, значит, и хвала Господу. Причем, смотрите, в какое интересное положение ставит нас исполнение вот этих вот трех вещей. Значит, когда мы провозглашаем язычникам значит, истину Божью о том, что кого, тот, кто рассеял Израиля, тот его и восстановит, значит, тем самым мы выступаем защитниками Израиля перед язычниками. Значит, когда мы молимся за Израиль, значит, мы выступаем ходатаями перед Господом за Израиль, то есть, через первое у нас возникают определенные взаимосвязи с неевреями, через ходатайство за Израиль у нас возникают определенные взаимосвязи с Израилем. Когда мы хвалим Господа, у нас возникают взаимосвязи с Господом, и по сути мы находимся в центре и скреплены вот этой вот тройной связью. У нас имеется любовь к Богу, у нас имеется любовь по отношению к ближнему, и из евреев, и из неевреев. Понимаете, то есть вот эти три пункта, они определяют действительно наше правильное положение пред Господом в соответствии с заповедями, возлюби Господа и возлюби ближнего своего, как самого себя. Подходя к этой точке, мы решили, что Израиль и Церковь являются как бы двумя раздельными сущностями, но в действительности это не так. То есть вот то, что мы говорили, что есть народ Божий, есть народ Божий Израиль, есть народ Божий из язычников. Значит, и они вроде бы как два отдельных, но мы видели, что в церкви они соединяются в одно целое, действительно, и представляют собой один организм, не организацию даже. Когда впервые образовалась церковь, ее членами были исключительно израильтяне. Фактически, когда люди, бывшие неевреями, начинали искать членство в церкви, это создало кризис. Верующие евреи должны были решить, могут ли язычники быть допущены в церковь. И если да, то на каких условиях? Их заключение описано в Деяниях 15 главе, 22-29 стих. Язычники, исполнившие определенные простые условия, могут быть членами одного тела, церкви, вместе с верующими евреями. И тем не менее, в начале II века подавляющее большинство еврейского народа, отвергая утверждение Ишуа, что он есть мессия, полностью отделяло себя от церкви. В результате церковь все более и более принимала языческий характер. И все же на протяжении всех последующих столетий всегда было значительное число евреев, признавших Ишуа как мессию и занимавших свои места членов церкви. Во второй половине XX века произошло заметное увеличение числа евреев, признающих Ишуа как мессию. Тем не менее, многие из них заботливо сохраняли свою историческую подлинность как евреи. В результате этого наблюдался рост внутри всеобщего тела церкви, отдельных групп верующих, характеризующихся как мессианские евреи. И в Римлянам 11 глава 25-27 Павел обращается прежде всего к христианам, язычникам, и делится с ними некой тайной, то есть намерением Божьим, которое держалось в секрете, но теперь открыто верующим. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не придет полнота язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от сего на избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. И этот отрывок открывает две последовательные стадии Божьего плана в нынешнее время, чтобы привести этот план к завершению. Момент первый, это то, что Ишуа провозгласил в Матфея 24-14, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной по свидетельству всем народам, и тогда придет конец. И момент второй, значит, когда придет полнота язычников, приведенных в церковь, Бог однажды вновь вернется к сохранению остатка Израиля и откроется в милосердии и спасительной благодати. А высшая точка этого откровения, значит, изображена в Захарии 12-10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть вот этот момент, когда Бог сверхъестественно откроется всему народу, единовременно. В этот момент впервые Израиль, как народ, получит сверхъестественное откровение о подлинности Мессии, который был пронзен гвоздями распятия. «Двумя главами далее Захарий описывает действительное возвращение Мессии лично. «И станут ноги его в тот день на горе Иллионской». Это Захария 14-4-5. «И станут ноги его в тот день на горе Иллионской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Иллионская от востока к западу, весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним». Это пророчество о том, что он вернется на Иллионскую гору. И то же самое мы видели, говорили ангелы учениками Шуа, когда Ишуа вознесся. Что таким же самым образом, как он вознесся с этой горы, таким же самым образом он сюда и вернется. В пятом стихе в конце, да, там просто небольшую паузу сделал. Нет, Захария. 14 глава с 4 по 5 стих. Значит, центральной фигурой во всех этих событиях является, конечно же, Мессия-Царь. И таким образом, через пророчество небеса подтверждают то исповедание, которое каждый ортодоксальный иудей отстаивал на протяжении долгих столетий, даже на пути на костер или в газовую камеру. Я верю совершенной верой в пришествие Мессии. И даже если он задерживается, я каждый день продолжаю верить в то, что он придет. И Господь ответит на эту молитву, и мы знаем, что он вернется. И в заключении к этой теме, значит, мы можем сделать следующие важные для себя выводы. Значит, вывод первый. Единственным приемлемым источником, освещающим текущую ситуацию на Ближнем Востоке, является данное нам пророческое слово. И если мы не ищем света, исходящего из этого источника, мы неизбежно окажемся во мраке, подвергаясь различным формам заблуждений и обмана. Записали. Единственным приемлемым источником, освещающим текущую ситуацию на Ближнем Востоке, является данное нам пророческое слово Божье. То есть то, что мы в Петра читали, в послании Петра. И если мы не ищем света, исходящего из этого источника, мы неизбежно окажемся во мраке, подвергаясь различным формам заблуждений и обмана. Понятно, кто не ходит во свете, тот ходит во тьме. И есть? Единственным приемлемым источником, освещающим текущую ситуацию на Ближнем Востоке, является данное нам пророческое слово Божье. Если мы не ищем света, исходящего из этого источника, мы неизбежно окажемся во мраке, подвергаясь различным формам заблуждений и обмана. Есть? Следующий важный для нас вывод. Судьба и Израиля, и Церкви определена и установлена Богом в вечности на основе Его предузнания. Его результаты во времени гарантированы невозвратимыми заветами, которые Бог установил для каждого из них. Судьба и Израиля, и Церкви определена и установлена Богом в вечности на основе Его предузнания. Его результаты во времени гарантированы заветами, которые Бог установил для каждого из них. Гарантированы заветами, которые Бог установил для каждого из них, то есть и для Израиля, и для Церкви. Гарантированы заветами, которые Бог установил для каждого из них. Во всех благах, которые Бог обещал Израилю и Церкви, они равны и всецело зависимы от Божьей благодати, которая может быть получена только через веру. Есть? Есть? 4 вывод. Ужасные испытания и гнёт ложатся и на Израиль, и на церковь. 5 вывод. Ужасные испытания и гнёт ложатся и на Израиль, и на церковь. Но те, кто претерпят всё, будут иметь привилегию участвовать в Божьем Царстве вместе с Ним в вечности. 5 вывод. Ужасные испытания и гнёт ложатся и на Израиль, и на церковь. Но те, кто претерпят всё, будут иметь привилегию участвовать в Божьем Царстве вместе с Ним в вечности. 5 вывод. Христиане языческого происхождения своим духовным наследием целиком обязаны Израилю. Одним из приемлемых способов признания своего долга – стоять за Израиль среди современных гонений и поддержать их полным верой ходатайством. Христиане языческого происхождения своим духовным наследием целиком обязаны Израилю. Одним из приемлемых способов признания своего долга – стоять за Израиль среди современных гонений и поддержать их полным верой ходатайством. Есть. Андрей. Есть. И шестой пункт. Народы Ближнего Востока никогда не узнают истинной справедливости и прочного длительного мира, пока они не подчинятся назначенному Богом правителю, Господу Ишуа Мессии. Народы Ближнего Востока никогда не узнают истинной справедливости и прочного длительного мира, пока они не подчинятся назначенному Богом правителю, Господу Ишуа Мессии. Народы Ближнего Востока. Пока они не подчинятся Богом назначенному правителю, Господу Ишуа Мессии. Так, а сейчас я хотел бы рассмотреть еще пару тем таких интересных, которые помогут нам, может быть, еще больше определиться с тем, каким образом развиваются события и как мы должны реагировать на это. Значит, все помнят историю взаимоотношений Авраама и Лота. Я где-то примерно два с лишним года назад решил заняться изучением вопроса заветов, то есть то, что вот вы неделю назад изучали. Значит, начал я читать, начался Авраама, значит, я прочитал историю взаимоотношений Авраама и Лота и на этом меня, скажем так, ну, немножко притормозило. То есть дальше я не пошел изучать заветы, но я очень долгое время перечитывал вот эти вот все места. Мне очень интересно открылись эти взаимоотношения. Сейчас я постараюсь показать некоторые пункты. Ну, там уже как хотите. Это, скажем так, это просто то, что мне открылось из писаний. Значит, я хотел бы просто поделиться. Бытие, 12 глава. Ну, можно назвать так, прообразы Израиля и церкви в Танахе. Значит, 12 глава начинается так. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. На этом мы сделаем паузу. А как же ему сказал Господь? Пойди из земли твоей. То есть мы знаем, что Бог обратился к нему в Урихалдейском. То есть Бог повелел Аврааму оставить Урхалдейский и уйти неведомо куда. Но при этом он должен был оставить родство свое и оставить дом отца своего. Значит, написано, и пошел Авраам, как сказал ему Господь. Нас сейчас интересует Лот. Тут написано, и с ним пошел Лот. Я сейчас говорю, нас интересует Лот. Нет, на этот момент он еще не умер. То есть смотрите, как Господь повелел Аврааму, так Авраам и сделал. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Какой мы можем сделать вывод из этого стиха? Чья была инициатива, чтобы Лот шел с Авраамом? Исходила ли она от Авраама или исходила она от Лота? От Лота. А теперь представьте себе. Вот поставьте себя на место Авраама. Бог вам говорит что-то сделать. И вы всецело намерены исполнить это слово. А тут к вам привязался кто-то. Сразу же ли вы скажете, ну хорошо, пошли со мной? Ведь Бог сказал ни с кем не уйти, оставив всех родственников. Правильно? Значит, что же получается? Лоту пришлось приложить немало усилий для того, чтобы Авраам согласился его взять с собой. То есть не исключено, что Авраам своим станом двигался, а Лот, несмотря на возражения Авраама, двигался рядом с ним или за ним. Ну где-то рядом. Просто следовал вместе с ним. Понимаете? И что получается дальше? Значит. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего и все имение, которое они приобрели, всех людей, которых имели в Харане. Вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И... Ну, по поводу того, что Авраам взял Лота, значит, вы на прошлой неделе должны были рассматривать Сюткевичем этот момент. То, что Бог обратился к Аврааму в Урихалдейском. А написано, что его отец Террах пошел и взял с собой Авраама. Так кто кого взял? А кто получил откровение? Кто пошел? Ну, смотри. То есть, в любом случае говорится о том, что... То есть, тот, на ком ответственность за семейство, к тому и применяется слово, что он пошел. Понятно. Здесь аналогичная ситуация. Значит, дальше мы знаем, как развиваются отношения Лота с Авраамом. То есть, тут Лот приложил усилия. Значит, у меня вопрос такой. Если вы решили следовать за каким-то человеком, что движет вами? Уважение, может, какие-то выгоды, которые вы видите. То есть, ну, однозначно у вас есть какой-то свой интерес. Если вы приложили немало усилий для того, чтобы быть рядом с этим человеком, завоевать его расположение и следовать вместе с ним. Правильно? То есть, он не звал Лота. Понимаете? То есть, Лот был очень заинтересован в том, чтобы следовать за Авраамом. Значит, читаем дальше. Сейчас расскажу, где. Значит, 13 глава, 2 стих. Со 2 стиха. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля. До места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. До места жертвенника, который он ставил, сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И спор был между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. Здесь остановимся. У меня вопрос. На каком уровне начала происходить вот эта вот ссора, этот спор? Была ли это проблема во взаимоотношениях Авраама с Лотом? Или же это была проблема между их слугами? Между слугами. Отлично. То есть у Авраама с Лотом отношения хорошие. Со слугами проблема. Читаем дальше. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Смотрите. Поскольку мы видим, что раздор был между пастухами, Авраам, предвидя, что этот раздор может привести к раздору между ними, он говорит, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Орданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся доси гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Орданскую. И двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Поначалу можно сказать, что в принципе Лот просто сделал так, как сказал Авраам. Давайте поразмышляем немножечко. Если Лот изначально был так заинтересован в Аврааме, и он никак не хотел отлепляться от Авраама, пока он был беден, пока он видел, что он может иметь некое благословение, находясь рядом с дядей, его ничто не могло оторвать от Авраама. Здесь же он разбогател. И у меня вопрос. Значит, если раздор был на уровне пастухов, неужели Лот, как господин, не мог привести своих пастухов в правильное положение? Если бы он оставался заинтересован в том, чтобы быть с Авраамом, по идее, он именно так и должен был бы поступить. Он бы так и поступил. Но из того, что он не предпринял этих шагов, мы видим, что он уже не очень-то заинтересован быть с Авраамом. У него уже есть свое имение. И тоже немалое. И смотрите, интересный момент. В Библии мы встречаем несколько случаев, когда кто-то предлагает кому-то его оставить. Значит, Илия предлагает Элисею оставить. Элисей отказывается. Предложено было несколько раз. Элисей говорит, нет, я пойду с тобой. Значит, потом Наимень предлагает своим невесткам оставить. Значит, одна оставляет. Рут ни в коем случае не соглашается. Она говорит, я пойду с тобой. Значит, Ишуа предлагает также. Ишуа также предлагает своим ученикам оставить его, если у них есть таковое желание. Но Петр говорит, кому же мы пойдем, у тебя глаголы жизни. Понимаете? В истории с Лотом, к сожалению, мы видим, что Лот сделал другой выбор. Он принял предложение, он выбрал лучшую для себя сторону и отправился туда. Перерыв.